здорово народ с вами юга скорее всего упали на это видео уже после просмотра видео гайда по достижению крутого сэма first encounter версия high дефинити hd версия грубо говоря с высоким разрешением на прохождение карнака уровень словности легко либо же турист с достижением идеальная зачистка что же начинаем прохождение я буду комментировать все свои действия буду вам рассказывать что куда нужно идти что трогать и кого убивать что самое главное чтобы вы могли получить это достижение еще раз повторю суть достижения заключается в том что нам требуется убить всех противников на уровне и также завершить его за начале игры мы сразу идем с вами назад то есть просто зажима кнопку назад как это делаю обычно в классическом прохождение на слонистый сириус и заходим в щедрый двор богатый двор очень в разных переводах называться он по-разному но суть не важно на легком уровне сложности здесь находится всего лишь пять противников горный рептилоид который исполнится при подборе пушечных ядер слева и права и также сердце за обелиском он вызывает четырех таких он големов и выходят из этой области я буду делать определенные чекпоинты и когда буду заходить в инертан это значит что я делаю чекпоинт где вам демонстрирую сколько у вас должно быть убитых противников на тот или иной промежуток времени сейчас их 55 противников берем этот рюкзак и заходим в первый наш как бы официальный зал и начинаем реальную полную зачистку что хотелось бы сказать почему проходим именно этот уровень на низком уровне сложности на первых это вот максимально легко просто чисто физически легко это сделать во вторых сожалению но мы большому и жесточайшему сожалению пройти этот уровень с достижением идеально зачистка вас пусть только на уровне сложности турист или на уровне сложности легко то есть минимальный уровень сложности уровень сложности легко чуть выше но их отличие заключается лишь том что на туристе у вас здоровье восстанавливается допустим вас остался один хп вы можете его отрегенить со временем до 200 хп уровень сложности легкий отличается тем что региона нету но в принципе спал на столице теми же поэтому схема работает как на туристе так и на легком уровне сложности и так вот в этом первом зале нам требуется зачистить безголовых пострелять там всяких рептилоидов ой рептилоидов арахноидов жабы тут будут также спавниться и есть у нас также два секрета они не обязательно но я просто решил вызвать для того чтобы убедиться в том чтобы никто из противников не застрял ни на верху ни внизу потому что вот жабы жабы например у меня на уровне сложности нормально и мастер почему-то застревали причем застревали не не абы где а в потолке не в колоннах не в полу а в потолке застревали так что если какой-то противник вас застрял бы скорее всего даже можете это самостоятельно обнаружить без даже моей личной статистики тупо по звукам но нужно конечно сравниваться с точнее смиряться с моей статистикой чтобы вы прям были конкретно уверены в том что вы все делаете правильно и так это второй чекпоинт вас должно быть убито 57 противников 57 противников должно быть убито к этому моменту это когда мы зачистили секретный двор щедрый двор продонте и первую официальную локацию после чего выходим на улицу и продолжаем нашу зачистку так вот я провел очень много времени на этом уровне я не считаю его прям каким-то душным или сильно интересным то есть хороший уровень на самом деле демонстрирующие многие возможности принципе крутого сэма механики и так далее и также геймплей по максимально демонстрирую геймплей но к сожалению как это ни странно хороший уровень сложности пройти на сто процентов не получается то есть какие-то спамы такие иначе и ломаются или попросту не отрабатывают поэтому приходится проходить на минимальном уровне сложности к сожалению которых я добрался уже самом конце и так в этой области нам очень важно убить этого механоида после чего появится голем убиваем голема и нажимают эти кнопочки очень важно нажать кнопочку именно внутри и выйти из этой кнопочки потом то есть вы смотрите еще раз подходим кнопочки появляется спаун это первый наш шаг нажимаем кнопочку выходим появляется второй спам это очень важно тут два спауна в одном месте за лево кнопочка у нас достанет один чел с патронами его тоже убиваем и также в сзади лежат ядра здесь тоже появляются спауны дополнительные например этот у славы голем на сириусе их тут будет три на уровне сложности легко тут всего лишь один на нормально тут еще появляются два клира по моему места големов но говорится на нормальном уровне сложности я только зря проходил тратил свое время чтобы понять это кстати говоря да это таблетка тоже вызова противников мир обязательно берем и всего лишь на легком условности едва на сириусе по-моему 6 очень важно я сам это раньше думал и до сих пор думал что это заблуждение когда мы убиваем большого голема и когда от него отделяются маленькие големы они не являются дополнительными противниками это просто халявный счет я бы сказал даже вот так вот так что основной нашей цели является сам большой голем и убийство статистику засчитывается только основного голема все маленькие они статистику не идут просто вам накидывают халявные бонусные очки это очень важно помнить и поэтому когда вы думаете что какие-то спауны возможно не отработали или наоборот вы не убили каких-то противников потому что они там где-то застряли а вот големы не считались потому что в этот раз выпало 2 до этого было три нет нет големы которые выпадают из больших големов статистику еще раз не идут вот у кстати у меня произошел какой-то странный немножко баг во-первых слева и справа во время подъема на этот пьедестал на эту сцену появляется два гнара на крутом здесь клиры спавнится вот на слоностях всех ниже включая на мастере и даже туристе здесь будут гнары не знаю почему у меня в общем-то стартовые чем-то спауны не отработали этот арахмой который за спиной появился и вот эти вот два гнара с двумя ракетчиками я не знаю почему они сам начали как я зашел в эту комнату почему-то не появились поэтому я решил даже перепроверить это ну вроде как всех убил все померли успешно и при нажатии до рычага тоже появляется немножко противников нам тоже их обязательно нужно убить вот видите два голема появилась за них дали только очки но киллы саму статистику не пошли потому что они не являются противниками ну в принципе все мы в этой зоне сделали сами все возможное эти вот колбочки всякие все остальное что разбросано так или иначе по углам этой арены никак не влияет на спам противников и дополнительных врагов также не вызывают поэтому просто идем к дверям бенки меха мелочь еще два клира появится с один точнее на курт на мастере появляется два и также эти два камикадзе все убиваем их и можно зато с области спокойно уходить также бы это клира и вот на крутом кстати чуть слоняк повыше там сидит клир наверху по уходу с тех областей и также при заходе в этот спальный зал у вас должно быть 113 убийств если у вас такая же статистика вы смиряетесь с ней так и я то вы все делаете правильно я уже финал этого прохождения знаю потому что я просто озвучиваю на самом деле если подумали что я прямо сейчас играю и в real life это все озвучил нет я еще думал это так сделать в первом прохождении новым сожалению когда понял что игра забагована она не работает делать это в life-режиме скажем так но эта группа с идея затея на самом деле заходим в эти вот карманы слева и справа здесь будут стоять гнары как за углами также гнары который спавнится по сбору этих вот таблеток поэтому все это очень важно собирать для нас тут я уже по привычке стреляю на упреждение потому что знаю что здесь стоят за углом баклир и багнары также я продемонстрировал только что что я играю на легком уровне сложности что ракеты под меня не дамажит это с одной стороны хорошо но в чем минус опять же этих вот двух сложностей туристы и легкие жалению на этом уровне отсутствует возможность пользоваться ракет-джампом то есть это не прям уж так страшно но на самом деле для тех кто привык играть на сириусе или даже на настигне боже на уровне особенности мастер забирать такую важную механику потом сами как рокет-джамп это конечно тяжело потому что кто-то привык срезать уровне кто-то перед собирать секреты с помощью рокет-джампа какие-то арены проходить тоже своеобразным способом поэтому отсутствие на на такой механики ему не самое приятное на мой взгляд чем подбираем золотой анг и убираемся из этого пекла как можно быстрее и по уходу из этой зоны у нас должно быть в инертанием 180 убийств все четко все правильно далее мы идем налево тут будет один гнар потом у дверей выхода отсюда будет еще один гнар при подборе вот это вот брони заспавнится еще два на сириусе тут будет и клиры и взрослая рахнули также появится вот эти спауны почему-то не отрабатывают на основности легко не знаю почему на более высоких самостях например пол же мастер ли есть крутой здесь будут клиры и нам из этого нужно взять это сердце потому что это является ловушкой где испанится очень много всякой мелочи со временем конечно но на так и иначе спавниться то есть раз гнар 2 гнар там безгновые клиры но скажем так противников будет очень мало на самом деле и я даже заметил такое различие что на сервисе их реально много она нормальному и уровне и солнце еще чуть-чуть повыше ну так нормально нормально пойдет а вот на туристе легком тут прям что-то вообще все грустно и этого снова чекпоинт и у нас должно быть сейчас 196 убитых противников выходим на улицу тут нас есть несколько таких интересных точек тегер зон как-то их не знаю можно ли назвать также здесь можно остается очень старый но тем не менее прикольный бак если вы спидранте игру проходите я в первый раз и вас ваша задача поставить рекорд по времени вы можете просто зайти быть открытой двери просто не зайти и срезать чуть ли не 3 уровня берем эти ракеты справа в углу они спонят этих он двух клиров также следующий пример который спонят еще противника в этой зоне от ракеты в этом левом дальнем углу и не что иное тут у к 1 clear на сервисе тут и clear и ракетчики и голем даже будет так что да и нам очень важно прямо подойти в следующую дверь по этой тропинке задев вот это вот полосу затем статуя анобиса и после этого можно спокойно идти в зону с крестом больше респанов у нас не осталось должно быть 216 убийств 216 теперь приготовьтесь даже можете принципе сохранится я в этой ячейке с храни вообще не сохранялся потому что на умереть на легком или турист это по моему все кота андрилу нереально это надо просто в ногу стать афк и уйти пить чай он по-другому и не иначе и мы начинаем наше долгое путешествие по это большой большой локации идем налево и триггерим первую нашу зону тут будет парочка клиров летающие гнары рах ноль также на стене на нормальном и крутом здесь сидит красный взрослый на уровне легко с туристом тут желтый почему-то этого спауна вообще нету то есть тут должен быть большой мех взрослым опять же арахноидом за спиной но почему-то на уровне сложности туристы легкие я почему-то их тут не наблюдал я до конца игры думал что у меня табак точнее спам сломался и достижение по итогу я получить не смогу но спешу вас зарабатывать он здесь их тупо не работают какие-то спонсы ядрами то есть по сбору его должны появляться клиры с бомберами но их тупо здесь нету это очень важное место очень важно место здесь то нужно взять только здоровье это вызовет спам 4 камикадзе и время от времени вместе с ними будут выбегать по два клира если играете на сложности выше но поскольку на грану туристе и легком здесь будут только камикадзе с чем я столкнулся пару раз когда проходил это место несколько иначе то что если мы подойдем максимально близко к этому углу откуда эти камикадзе сбегают я не знаю с чем это связано но почему-то этот спаун а точнее респаун этих камикадзе он заканчиваться то есть таким образом я не знаю в какой момент вы сможете туда подойти можно в принципе сделать самом начале но концовка у всех этого 1 камикадзе перестанут спавлиться и вы это сможете понять потому что в конце всей этой волны вам дадут награду аптечку на 50 здоровья но если вы ее не получается иначе какие-то спауны вы отменили и камикадзе к сожалению больше уже никак спавнятся соответственно что не аптечку не достижение в конце уровня вы уже получить не сможете поэтому просто стоим здесь можно до 1 чаши еще ходить до которой справа стоит чаши вдоль стены но дальше нее заходить не рекомендую есть очень высокий шанс того что вы сломаете спавн и камикадзе просто перестанут спавнится печку можете не брать кстати криво висит без за что игре лет десять уже скоро аптечка тут до сих пор криво висит аптечку брать не нужно она никого не спонят эти ракеты тоже никого не спаунят хотя на более высоких уровня сложности здесь появляются и киры и спереди если мы одного из них убьем то заспал еще испанится при этом взрослый арахноид так что на в легком условности можно ее не трогать никого не спавнится таблетка таблетка в аналогичном правом получается верхнем углу здесь тоже будет куча камикадзе дальнейшем появится голем лавовый еще один наша задача пока что просто для камикадзе любым доступным образом мы даже можем просто стрелять все под ноги ракетами и при этом ничего абсолютно плохого не будет происходить ах да точно я забыл на этом уровне становится даже голем не появляется настолько все грустно здесь ну и для завершения мы идем по получается правом направлении если мы смотрим сначала то здесь у нас будет первый триггер вот возле этой пачки с шапнелью дробью как сказать правильнее спаун из рептилоида 1 гнара и также клиров и еще один приближаясь вот к этой зеленой клубе здоровья еще дворик биомеха 2 гнара и 12 безголовых может быть кстати говоря на любом спавне когда здесь появляется гнар или например безголовый здесь можно вот в этой зоне выполнить достижения свимминг или как там инструктор в общем инструктор по плаванию просто подходим к краю бассейна так чтобы какой-то из противников за нами увязался желательно чтобы он был милишный чтобы он постоянно бегал и таким образом его столкнуть воду это можно сделать выстрелом с томсона опять же ракетницей в общем наша задача как-то поддамажить чтобы короче он упал в воду и как только в воду он упадет через буквально пару секунд он затонет и достижение уже получите два спауна с рыбами находится вот в нижней части креста кстати помогут эти все такие вот мелочи про рыб там то есть такое я даже в текстовом гайде указывал когда свое время писал его еще по классическому прохождению first encounter что самое забавное я там настолько сильно увлекся что даже эти вот условности и различия и жди версии классики указал так что по сути это этот гайд он рабочий не только на классике но также и на этой версии и что самое забавное еще и на фьюжн версии будет работать так что так или иначе один гайд актуален и сразу на три версии крутого сэма просто беру эту броню потому что помню что она здесь есть и на уровне сложности нормально и также выше по сбору этой брони слева исправно выходе будет спамиться рыбы но на этом сложности их тупо здесь нету женю у меня почти 300 300 и это ну не знаю настолько круто что я не верю что меня кто-то в принципе вообще может убить вообще эти кнопки вызывают секрет в центре креста возле обелиска насколько вы знаете если вы смотрели уже мое прохождение сами играли в игру скажу так как беру его тоже потому что могу и помню что он здесь есть и к сожалению никаких противников он на этом уровне сложности не спаунит просто я помню что он на сириусе там один или два противника в нем есть и по привычке уже обычная все это дело собираю при взятии этого золотого омона спавнится гнар ракетчики и старший арахноид после чего можно спокойно прыгать в портал все вещи разбросаны по углам в этой комнате зеркалом никого не спавнят по выходу мы убиваем артилоида во первых парочку гарпи стартовых потом будут еще гарпи но их можно убить и позже нас интересует больше нам вот эти вот летающие гнары кстати летающим на рассажение купить нельзя лучше это делать с ходячими гнарами и в принципе все эта зона полностью зачищена я специально не делаю нигде чекпоинты потому что я считаю что этот крест является вместе с храмом одной большой зоны если вы где-то там кого-то не засчитали не убили то здесь к счастью можно вернуться так или иначе в разные зоны чтобы там кого-то найти да да убить к сожалению если вы в этот момент уже кого-то не дочитаетесь а двери назад не открываются начните сначала либо же с последней ваше сохранение если вообще сохранялись лично я не сохранялся ни разу за это прохождение потому что был уверен в том что я знаю себе спалны и в принципе они отработают как надо все убиваем последнюю волну выходим обратно в двор сцену бисом кстати пункт да этот момент я вот общий сломал землявым пухом и убиваем первую волну которая нас отвечает по выходу из бассейна это вторая волна и последняя вот камиказа и да вот этот гнар который стоит за этим обилизком вот я его пропустил даже в первом прохождении на сириусе но потом заметил когда начал исправляться поэтому я даже честно говоря и не знал что он там есть я похоже все это время когда проходил этот уровень там его терял тут заранее я убиваю спал гнаров за ними находится еще два гнара и того 4 и вот спустя почти скоро я сделаю новый чекпоинт проверю сколько я убил у нас в левом бассейне находится еще один секрет в котором есть к счастью два партийника которых нужно вызывать которых нужно забрать поэтому мы идем туда они там есть на любом уровне условности что туда нужно было сходить в отличие от секрета в центре близко который кстати я так и не собрал в общем здесь мы собираем 20 из брони но требуется взять даже не 20 16 чтобы вот эти два гнара появились а на уровне сложности круто и также ниже здесь будут клира тоже в клисте двух штук правом бассейне ничего интересного но я тут уже чисто так по фану решил тут все собрать потому что меня ждет шикпоинт новый плюс две последние решающие битве я даже к этому моменту еще когда проходил я я еще не знал отработать испаны как надо и смогу ли я получить это достижение хотят достижение уже на самом деле дэнда на мной было получено просто прошло очень много времени с его получения и я очень сильно надеялся на то что что-то поменялось в игре лучшую сторону но к сожалению реальность говорит обратно ничего не поменялось это чекпоинт наш следующий 370 убийства должно быть перед входом вот в эту арену с шестью сфинксами кстати можно разбить в одном из депута ходить таблетка с дополнительным здоровьем в двух будет скрытая броня но на этом у нас новости вам ничего из этого на самом деле не нужно будет вы даже просто то тупо не сможете взять из-за огромного количества изобилия ваших предметов уже взятых из предыдущих секретов короче на самом деле вот в этой арене есть на самом деле проблема есть проблема не только на легком уровне сложности но также и на нормальном и на сириусе нормально потому что это одна и та же служимость как и мастер и ментал если вы еще не знали то есть он спал на одинаковые возможно они немножко отличаются в плане характера этих спаунов но так или иначе здесь есть проблема реально в этом месте я даже могут могу просто стрелять себе ракетами в ноги тем самым убивая противником не нанеся урода в себе если могу просто забиться в угол стрелять помогли себе ракетами и все при этом сдохнуть друженько большой широкой губкой частенько у меня в классике и жабы и киры в этом месте застревают на стенках частенько в классике счастью в из диверси это и фьюж не более-менее работают нормально но даже если это работает точнее не работает и противника на стене застревают есть на самом деле много способов как оттуда достать во первых это наш миномет который прекрасно закидывает точечно наши гранаты в то или иное место где мог заставить противник во вторых на уровне сложности из нормального заканчиваем менталом а это по сути одна и та же сложность мы можем использовать 40 джамп жили мне на легкому туристе еще раз повторяюсь rocket jump недоступен понятной причине и мы можем одним грамотным rocket jump как это показывал в гайде по достижениям с одной ракеты запрыгнуть на эти вот ворота неважно на какие запрыгните на любые из них здесь есть и переход и мостик так чтобы мы стояли прямо на спаунах этих жаб и камикадзе и дальнейших клиров забавно кстати забавно клиров на туристе и легком здесь нету я только сам это узнал вот проходя сегодня на туристе легком и здесь оказывается нету и сейчас будет пожалуй самый главный момент самый ответственный главный момент нам нужно будет нажимать эту кнопку чтобы открыть эту дверь и как вы помните нажатие на кнопку спаунит быков и нам нужно сделать так чтобы какой-то из последних быков эту дверь разбил своей башкой оказывается надо сделать следующим образом вызываем три подряд и убиваем их после чего приходит новый анализ нажимаем еще раз кнопку умираться своевременно четвертый бык казалось бы тебе должна была открыться но есть пятый бык мы ему звоним и он выходит ум не вернулся попытка номер два бум все не быками двери можем заходить вот начиная с этого момента на уровне нормально и вплоть до сириуса здесь при таком раскладе воспоминется дополнительно два противника на сириусе это будут големы стрелять но чекпоинт должно быть 644 убийства запомните 644 если вы кого-то не досчитались этот момент вы можете уже начинать вырвать либо заново в либо полочек по это где я показывал вам счетчик из инертана это реально трушное количество которого должно быть к этому моменту если вы все сделали правильно считать что как достижение у вас уже в кармане вам осталось просто 1 2 3 4 волны противника отбить и все уровень пройден достижение вас будет в кармане одно из самых сложных достижений которые есть вы одиночной компании искал самое сложное достижение в одиночной компании давайте чем-то я я бы хотел пройти карнак на серьезном уровне сложности при этом убив всех противников и даже вдобавок не умирая не загружаясь и даже вот таким вот образом что последний бык взорвет взорвет дверь и заспавнен даже бонусных големов с бонусными големами даже этим количеством противников тупо вам врагов не хватает то есть статистика моя следующая на туристе и нормальном уровне сложности спална отрабатывает отлично все правильно и судя и точнее опираясь на статистику этого видео вы можете даже это подтвердить лично норме сложности нормально у меня первый чекпоинт было 6 убийств 64 убийства 50 227 241 272 416 428 435 438 вот зайдя в эту зону и в конце уровня у меня было восемьсот сорок 9 количество противников кстати чем больше сложности увеличиваться то есть если на туристы нормально это 728 на нормальный на легком туристе 728 на нормальном мастере и ментале и ментале может безумие по моему 600 600 658 где-то так а нет на нормальном мастере и ментале восемьсот шестьдесят два и реальных и реальных врагов которых может убить на этом уровне сложности 849 13 противников здесь стабильно теряются но одного я по крайней мере нашел это тот самый гнар который у нас был за обелиском когда мы выходили из территории с крестом его нашел благодаря только тому что я запрыгнул на стенку в предыдущей арене также туда можно попасть и из этой последней аренды тоже подойдя к стене любой желательно вот дальнюю который видите чуть пониже чем основная стена с помощью нее можно вернуться назад вообще в принципе если вы забрались на стенку на самом деле можно вернуться почти в любой уголок карнака включая зону с крестом зону где мы кнопочки нажимали единственное что в спальный зал где находился у нас золотой анк попасть не получится туда дверь к сожалению закрывается навсегда и попасть туда уже ну тупо невозможно точно так же как и проблематично попасть в первую зону но радует лишь одно что в первых зонах ну сложно сами для пройти так чтобы там кого-то потерять и оставить если у вас не случится бак как это было у меня на нормальном нужно сложности включая мастера и безумие на первое арене делать у нас из скал он спавнится жабы где нажимаем кнопки чтобы подняться на лифте наверх на лифте наверх да все правильно лифте наверх там вот иногда жабы могут застрелять в потолке я не знаю с чем это связано но бывает что спауны плохо отрабатывать бывает такое также я заметил по опыту крутого sm2 то что если уровень уже как-то работает неправильно то есть мы если проходим по гайду другого человека сейчас открою нертон все все противник убиты все 8 секретов взяты иногда среда секреты ломают спауны тоже такое бывает тоже такое бывают и кстати если вы играете в этот момент на нормальном уровне сложности не знаю зачем правда если делать это движение в этом моменте можно пофармить себе rocket jump 100 прыжков я имею ввиду все все семьсот двадцать восемь убийств все секреты 30 минут можно побыстрее я просто тут попытался как-то подробнее что ли как-то информативнее что ли пройти и показать что вот так вот иначе и там-то сенту находится определенные спавны так что если вас прям не получается ставите уровень сложности турист или легкие открываете мои вот это видео на втором мониторе и просто пошагово пошагово арена за ареной находим вместе сравнивать статистику в нертоне если вы все делаете правильно точно как он тоже как у меня будьте уверены вы пройдете с двоей на сто процентов и получить достижение по его окончания будьте уверены мы и заключение место что на уровне сложности нормально мастер serious и mental некоторые спауну тупо отсутствуют либо же не работают потому что уровень изначально загружаться с ошибкой как это уже было крутом сами 2 сожалению это никак не лечится либо же если лечится то рандомным способом по перезагрузке с предыдущего уровня не с текущего с предыдущего а вы скорее всего не будет заниматься потому что это душно это долго и не факт что поможет поэтому я буду в дальнейшем изучать карнак снова на разных версиях и ужин и жди классика revolution и буду пытаться понять что же все таки здесь происходит не так и как на самом крутом уровне сложности можно убить десятьях она в ротом уровне сложности я повторяюсь тут 999 противников прям такое число красивое но 8 противников на нем стабильно теряются на сложности меньше всевозможные теряется примерно 12 противников на самых легкость на местах все работает от мужчин поэтому друзья если захотите пройти до достижения и этот уровень максимально четко и красиво играете на туристе и легком уровне сложности мое мое видео и также другие текстовые гайды вам в помощь что же это все точно спасибо за внимание надеюсь что помог вам с прохождением этого уровня получили достижения идеальная зачистка самого сложного достижения в крутом семья first encounter high definite версия спасибо за внимание оставляйте комментарии пожелания вопросы вы можете прожать кнопочку нравится это помогает продвижению видео и хоть она искрита от основных глаз но тем не менее помогает в дальнейшем удачи вам и до новых встреч пока а